Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как книга ненавистных историй. В прошлой серии мы остановились на том, что мы получили таки диплом мага, пришли к нашему верховному магу. Оказалось, что это нифига не верховный маг, а какая-то жаба мерзкая, которая вот, сын выкидыш, какой-то ведьмы, которая больше напоминает каракена в котелке, я не знаю, что это вообще такое. Какая-то горгона там плавает, как бы там ни было, сейчас нам нужно найти двух соратников, двух друзей, которые будут нам помогать в наших приключениях. И, в общем-то, мы до сих пор играем за нашего хоббита, я уж не знаю, мы так много за него играем, может быть, он будет таким более ключевым персонажем, а вот остальные два будут именно помощниками, не знаю, пока что у нас очень много вильбурки. Так, сеть. Клянусь богами, это женщина-орк, здесь, в городе людей, и она захватила одного из них в плен. Да что? Надо сообщить стражнику и профессору Маркусу. Вместе мы будем сражаться до последней капли крови и... Я тебя слышу! Стой, где стоишь? Я... я маг! Ага, я вижу! Я... я опасный боевой маг! А вот это как-то сомнительно! Кто... кто ты? Что тебе нужно? И как ты сюда попала? Много вопросов! С какой стати мне на них отвечать? Её зовут Элизабет. Она приехала сюда на ежегодный конкурс красоты и привезла с собой золотого пегаса по имени Боб. Пегасы, они ведь всегда белые. И никто не стал вызвать своего пегаса Бобом. Я охотница за головами, здесь с проездом. А разве охотницы за головами могут здесь так просто пришвартоваться? Конечно! Охотники за головами и торговцы занимают нейтральную позицию в войне. Ага. Я почувствовал ваш нейтралитет на своей нежной коже. Я жду торговца Йорга с моим бриллиантом. Потом я отправлюсь дальше. Понятия не имею, что она задумала. Но этот воздушный корабль именно то, что мне нужно для экспедиции. С кем это ты говоришь? А... ни с кем. А куда ты везёшь своих пленников? А куда ты хочешь отвезти своих пленников? Не твоё дело, гном. Они знают этого достаточно. Я не гном. Я полурослик. Правильно. Не позволяй так с собой разговаривать. Преврати её в овцы. Я пока только кролика могу превратить в кого-то типа овцы. Шикарно. Полезный навык. Ой, ладно тебе. Ты кто, если не секрет? Значит, тебя зовут не Элизабет? Меня называют Мацац. А ещё сахарные губки, зелёная баба или просто Эй, чувак. И она дрянная охотница за головами. Верно. Я ловлю только кретинов, которые ещё тупее, чем я. Мне пора. Увидишь торговца? Передай, что я ему уши оторву, если он мигом сюда не явится. Ладно. А вообще, не тут ли торговец, который свалил? Верёвочка нам нужна, я чувствую. Моток верёвки. Похоже, ей часто пользовались. Бери. Бери всё. Эй! Ты куда-то руки тянешь, недомерок. Это моя верёвка. Чё она тут лежит? Твоя верёвка. Она принадлежит Мэри, а значит, моя. Ты что, до сих пор не догнал? Это уже не твой корабль. Теперь он принадлежит мне. Только через мой труп. Да легко. Ну, не важно, чья это верёвка. Главное, что не моя. Извиняюсь. Хорошо, мы его спасём. Большая сеть. Может, рыбацкая, а может, для погрузки товаров. Тоже, да? А, нет. Разрешили взять. Видимо, мы его должны спасти. Видимо, какой-то там воздушный пират, торговец, кто он там ещё. Спасём. И он станет, во-первых, нашим помощником. Потому что, помните, как я уже говорила, у нас помощник. Ну, третий персонаж должен быть дядечкой. Я думаю, что вот это именно он и есть. А это что за курица? И вот у нас будет корабль тогда. А эльфиечка у нас, я не знаю, для чего она нам понадобится ещё. Ну, хотя, чёртву знает. Эльфы они такие. Вы видели, что она в самой первой заставке творила. Эльфиечка у нас, я не знаю, для чего она нам понадобится. Я Вильбор, а ты кто? Я человек с маленькой проблемой, как видишь. Слушай, будь другом, долбани эту зелёную леди чем-нибудь тяжёлым. Ладно тебе, Нейт. Я просто выполняю свою работу. Сейчас кризис, понимаю. Но твоя работа будет стоить мне головы. Точно, пират. Ты пират или кто-то в этом роде? Нет. Ну, конечно. Ну да. Меня частенько за пират принимают. Но из меня такой же пират, как из мацац-балерина. Я капитан этого гордого корабля под названием Мэри. Я кладоискатель-фрилансер. Ты мошенник. А ты отвратительная балерина. Я люблю балет. У меня в какой-то степени... Ой, не в какой-то степени. У меня с каких-то определенных пор... Я извиняюсь, я заговорюсь. Я спать хочу. С каких-то... С определенных, господи, пор слово Мэри ассоциируется только с Мэри Сью. Больше ни с чем. Ты профессиональный кладоискатель? Значит, ты разбираешься во всяких затонувших храмах? Конечно. Я облетел все небеса. Добрался до края земли. Ты сражался с циклопами и видел вещи, которых лучше не видеть. Слушайте... Мацац, к примеру. А этого товарища не слезали случайно с Нейтана Дрейка? Потому что, смотрите, он тоже выискатель приключений. Весь такой зашибенный. Даже говорит похоже, ведет себя похоже. Его зовут Нейт. Мы уже все заметили, как эта игра слизывает в моменты некоторые из других игр и книжек. Допустим, мне нужно попасть на один остров. Я покажу тебе его на карте. Ты сможешь меня туда отвезти? Если не считать того, что я сижу в клетке, без проблем. Значит, нужно тебя освободить. Я вообще-то все еще тут. Ну, это ненадолго. Ну и что тут такого? До скорого. Удачи, коротышка. Что там в нем есть? Он мне, кстати, напоминает, знаете, еще кого? Флина Райдера. Флина Райдера, помните? Он был в этой, в Рапунцеле, в мультике, который вышел. А что это такое там сидит? Он кто-то, вроде выдры, розовый. Диковый дробраз. Диковый дробраз? Так. Я выходец из горы, совсем не разбираюсь в кораблях. Это какие-то важные штуковины. Не знаю, для чего эта труба, но она как-то связана с летучими кораблями. Значит, я не наблюдаю у этого корабля почему-то, кстати. Я выходец из горы, совсем не разбираюсь в кораблях. Так, ты это уже говорил? Хорошо, что там у нее. Трап? Корабль пришвартован к утесу над пропастью. Я бы побоялся стоять на трапе. Ну, тут не стой. Я ничего не могу сделать с трапом, пока на нем стоит охотница за головами. Ладно. Тюк с товаром. Наверное, тяжелый. Может, спрессованный хлопок или что-то наподобие. Тюк с товаром. Так, все то же самое, да? А, что у нас тут есть-то? Эти, эти. Ага, идеи хорошие. Но пока на трапе стоит охотница за головами, я ничего сделать не смогу. Печалька. Может быть... Палочка волшебная и перед носом помахать, может? А это что такое? Нет. Нет, невероятно. Может, с ней поговорим? Она и правда выглядит устрашающе. Я, конечно, не встречал ни одной арчихи до нее, но и это. С такой лучше не связываться. Привет. Ты можешь отпустить? Может, я смогу убедить тебя отпустить капитана Нейта? Ну, попробуй. Отпусти его, пожалуйста. Жаль, не сработало. Но ты был близок. Мне пора. Увидишь торговца? Ага. Короче, нам нужно, я так понимаю, искать торговца. Дешевле будет. Так, что у нас тут? Маги могут творить просто фантастические вещи. В смысле, мой ордер и я. Что это ты называешь мошенничеством? В той игре были такие правила. Ни в одной игре не разрешается держать в рукаве запасные карты. Это... Да ладно тебе. Остальные тоже мошенничали. Я просто снова сделал игру честной. Тот жердяй так не считал. Ты разве не знаешь, кто он такой? Насколько нужно быть кретином, чтобы связаться с этим типом? Ты бы видела его рожу. Он еще не скоро придет в себя. Ты вообще не придешь в себя. После того, как его мамаша с тобой разберется. Ага, иди. Так, отлично. Мы стыблили веревку. Это хорошо. Оперативненько. А так, веревка. Нормальная такая веревка. Длиной метров десять. Похоже, она многое вынесла. Может, ее... Нет? Странно, она же стояла с спиной. Не выйдет. Печаль. Ладно, давайте тогда уйдем. Может быть... Да, вот здесь еще что-то подобрать можно будет. Наверняка аж... Кстати, карта. Класс. Огромная карта всех земель. А я до сих пор увидел только их крошечный уголок. На карте есть масса маленьких островков. Один из них Мордория. Место, где спрятан артефакт судьбы. Но какой... Знаете, карта похожа чем-то отдаленно на карту Средиземья. Очень отдаленно, но... Вот здесь шир, по идее, должен быть. А вот горы, конечно, вот здесь вот так вот идут. И она намного меньше размером. Ну, отдаленно, как я уже сказала. Очень отдаленно. Она что-то есть. Так, книжечка. Ого! Это самая толстая книга из всех, что я видел. На обложке написано. Эпическая энциклопедия Эрудита. Все знания о мире в одном томе. Самое странное то, что на большинстве страниц вообще ничего не написано. Не поверю, что наш мир настолько неинтересен. Ну, а как же эти очки? Самое странное то, которые читаются магически, это записи, нет? Ну, ты находишься... Баба всегда говорит, что не помещается в твоей голове, должно быть в твоих книгах. Хорошая фраза. Это телескоп. У дедушки тоже такое есть. Загадка только вот в чем. Это шедевр техники или магии? Или обоих? Ну, как тебе сказать? Скорее техники. Так, небо. Понятия не имею, что это за шарики такие, но они очень красивые. А, ладно. Бумаги на шкафу. Там на шкафу что-то лежит. Какие-то бумаги. Может, это карты? Бери. Слишком высоко. Печаль. Не достанем как-нибудь палочкой, нет? Веревкой. Дорой-то бред, по-моему. Птичка. Какая-то странная. На чернильницу похоже. Нет? Нет. Печалька. Что тут еще? Оригинальное описание глобуса. Никогда не слышно. Дорог все время уплывает от меня. Может, он слишком застенчивый? Летающая мебель очень практична, когда нужно вымыть пол. Ладно. Подожди-ка. Неужели нет? Как верховный маг поднимается туда? Может, у него есть летающий стул? Хорошая версия. Кстати, вот летающий стул нам поможет вот эти штуки забрать. О! Так, ладно, ты это уже говорил. Может, туда пойдем? А, то есть вот как, да? То есть либо так, либо так. Больше некуда. А что, нельзя вот так сделать? А, можно. Хорошо. Давайте к Маркусу сгоняем. Что-то не очень хорошо, да? Ну, мне так кажется. Чуть-чуть бумаги. Черт, проморгал. О! О! Много быстрее, чем кто-либо до тебя. Ты доказал старому скептику, что надежда не умирает никогда. Благодарю тебя за это. Я отправляюсь в шипастое ущелье на помощь брату. Он отбивает там одну из самых страшных атак армии тьмы. Надеюсь на новую встречу с тобой, господин Темношторм. Маркус Мария Алластер, профессор Магни. Пост-скриптум. Хочу подарить тебе свои очищения. Мне они больше не нужны. Теперь я буду наслаждаться свежим воздухом, а не старыми книгами. Вот мы теперь сможем. Это, конечно, очень мило со стороны профессора. Но не мог он что-ли потерпеть пару часов со своим героизмом? Он бы мне сейчас здорово пригодился. К тому же он не найдет там своего брата. Верховный Маг ищет координаты острова в архивах, а вовсе не геройствует на поле боя. Ну что ж поделать, не догонять же его. Придется разбираться самому. Ну вообще-то, как раз таки он там. Так, все, нам здесь делать совершенно уже нечего. Наши мега очки у нас. Отлично, теперь берем карту и идем читать книжку. Хорошо. Вот туда я хочу. Книжка. Давай. Что там написано, интересно? Типическая энциклопедия, эрудита. Ух ты! В очках я вижу, что страницы исписаны сверху до низу мелким почерком. А когда я без очков, страницы пустые. Мои очки не только стильные, но и полезные. Ну а чего? Какое слово мне посмотреть? А, то есть выбрать в Мордоре. Ну-ка, посмотрим, что тут говорится. Макинтош, макрель, мозговое разжижение, Мордория. Остров Тихомори назван предположительно в честь древней территории, ушедшей под воду. Больше ничего не сказано. Никаких указаний, где находится остров. Хорошо, хоть не Атлантиды назвали. Открываем букву А. Авитаминоз, Аделаиды, Печальная гора, Акакий Грозный, Алестер Сморщенный, Алестер Третий из Мглистых гор. О, вот он! Алестер Мордред, Майкл Муэрхертах, Верховный маг. Бла-бла-бла-бла-бла, второй из четырех детей, брат Маркуса, бла-бла-бла-бла, закончил Академию магии с отличием. Акакий Грозный. Мерлина первого класса, Верховный маг 99 уровня, бла-бла-бла, Труды по метаморфозам овец, обладатель самых мощных магических артефактов в мире, бла-бла-бла, Шеф Тайной Полиции Альянса, Советник Короля, бла-бла. Странно. Почему тут на каждом шагу написано бла-бла? От такой внушительной книги ожидаешь серьезных текстов, особенно в разделе про Верховного мага. Акакий Грозный. Ладно, стоит. Ой, люди, передайте кому надо, если кому-то захочется. Я думаю, вы понимаете, о коме. Ну, блин, это жесть вообще. Ну, слишком высоко. Ну, а как? Я думал, здесь. Черт, а как, правда? Огромная карта всех земель, а я до сих пор увидел только их кровь. На карте огромное... Подожди. На карте есть масса маленьких... Ага. Слушайте, я так думаю, может... Да нет. Ладно, давайте тогда обратно туда. Я, правда, не понимаю, что нам тут делать. У нас есть только очки мега крутые. И что с ними делать? Что у нас тут вообще есть? Это мой фонтан. Очень любопытная штука. Фонтан. О, любарды. О! Такая же штука, как у щитоноса. Наверное, раньше город охраняла целая толпа стражников. Я маг, они воин. И даже если бы... Да наплевать. Этот столб выглядит довольно прочно. Взял бы, не знаю, скинул бы бумаги со шкафчика с того. Столб. Хорошо. Нет? Нет. Веревка? Да. Зачем это? Нет. Не, не, это... Черт. Слышь, дамочка! О! 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 Я должна передать книгу Верховному магу. Это очень важно. Мне по поводу книг указаний не было. И у Верховного мага сто пудов есть дела поважнее, чем книги. Но... И хорош балаган разводить. В башню могут ходить только маги или народ с приглашением от Верховного мага. Ну, а ты явно не магичка. И приглашения у тебя нет. Так что давай, шагай. Супер. Я думаю, мы с ней поговорим в следующей уже серии, потому что данная уже подошла к какому-то своему концу. Пора заканчивать. Я думаю, разговор с ней будет явно не короткий. И, смотрите, мы воссоединяемся как-то наконец-то наши персонажи встретятся. Точнее, уже практически. Потому что у нас еще там капитан сидит наверху. Все, короче, трио наше почти собралось. Скоро пойдем спасать мир, но в следующей серии мы этим будем заниматься. С вами была Севн. Я надеюсь, вам все понравилось. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего, удачи и пока-пока. Продолжение следует...